Уже с вечера пришлось формировать бригады по устранению последствий данного стихийного бедствия. Первое, что было сделано нами, это проведена работа по вырубке аварийных деревьев, в том числе те, которые уже упали, были распилены, раскрыжеваны, то есть выведены. На основании этого, после этого, соответственно, были организованы бригады по откачке дождевых вод, то есть это, соответственно, были выставлены мото-помпы в районе Олимпа, были выставлены лососные, ассенизаторские машины, в том числе и привлеченные не только нашей организацией, была техника и привлеченная другими организациями. Значит, ночью тоже также эти работы все продолжались. Помимо этого, значит, работала передвижная насосная станция, это в районе улицы Западной, которая все дождевые воды перекачивала с улицы Западной выловые карты. После того, как вода с дорожного полотна была откачана, начались работы по механизированной уборке. Для этого на помощь пришла техника из Ульяновска. Это комбинированные дорожные машины, которые могут как подметать дорожное полотно, так и мыть. Соответственно, всего, значит, ночью работало 15 единиц. Как раз занимались и механизированная очистка дорожного полотна, мойка дорожного полотна и, соответственно, те, которые места у нас остались после стихии, то есть до конца производились работы по откачке. Сегодня, значит, можно уже сказать, что, в принципе, все последствия стихийного бедствия, которое было по падению осадков, то есть уже ликвидировано. Основной упор по уборке был сделан на центральной магистральной дороге. Больше всех пострадал Первомайский район. Причина простая. На самом деле, ливневая система вся в этом микрорайоне работает, но туда, куда вся вода у нас уходит, а это в районе, значит, как мы называем, бизонника, то есть это в районе дубовой рощи, там, соответственно, у нас вся вода расходится на рельеф. И вот когда заполняется вот эта вот сама водоотводная канава, соответственно, разливаться в воде некуда, происходит застой воды. Вся причина, как бы, откроется только в этом. Поэтому необходимо, конечно, там восстанавливаться, делать дренажную систему для того, чтобы все вот эти и талые воды, в том числе и дождевые воды, для того, чтобы они могли через зачистные сооружения уже ходить. В ночь со среды на четверг работы по уборке города продолжатся. Планируется вывести порядка 15 единиц техники. Сегодня мы продолжаем, помимо того, что убирать песчаные наносы, то есть убираем уже, соответственно, прилотковую часть, прибордюрный грунт, который уже находится по бокам. То есть, ну, до завтрашнего дня, как сказал уже, то есть работы будут практически по всей устраненной. Марина Антуганова, Анжелика Бровинок. Наше время.